Благослови, Душа моя Господа, благослови Неси Господи. Во время Оно, приступивши к Иисусу, нецет фарисей, глаголыше Ему. Изыди, иди отсюду, яка Ирод хочет тебя убити. Речи им, шед шерцити лису тому, сей сгоню бесы, и исцеление твари днесь и утре, и втретье скончаю. Абачи подобает мне днесь и утре, и в ближний идти, яка невозможно есть пророку погибнути кроме Иерусалима. Иерусалиме, Иерусалиме, избивы пророки, и каменем побиваю посланные к тебе. Калькраты восхотех собрать и чада твоя, яка же кокош гнездо свое под крыле, и не восхотесте. Се оставляется вам дом ваш пуст. Благолю же вам, яка не им эти мини видите, тонди же приидет и к даречете. Благословен гряды во имя Господне. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня пятница, 23 ноября. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, 13 главу, с 31 по 35 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, и послушаем, как звучат они на современном нам с вами языке. В тот день пришли к Иисусу некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотелось собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. «Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне». Вот такие евангельские строки сегодня мы с вами слышим. Господь находится в Галилее, и вот там приходят к Нему некоторые из фарисеев. Это было уже время, ну, можем сказать, последние дни уже шли земной жизни Господа. Ну, не совсем последние, но это был последний год, возможно, последний месяц. У фарисеев ко Христу, у большинства фарисеев, уже отношение было четко сформулировано. То есть он для нас враг, для нас неприятель. Его надо всеми правдами и неправдами, причем это тогда можно подчеркнуть, готовы были идти на всякую неправду. То есть здесь уже не стеснялись никаких методов борьбы. Всеми правдами и неправдами нужно его остановить, всячески пытаться оклеветать, поймать его на каком-то слове. А хорошо бы вообще властям его сдать, особенно властям римским, и вроде бы вот тогда уж не заставят его молчать. Впрямую сделать фарисеев, конечно, не могли, потому что и власти не имели, и, в общем-то, по Христу противопоставить ничего не могли. О том еще народа боялись. Что люди все больше и больше шли за Господа, верили ему. Даже не то, что по-своему верил, сколько в каждого глубина веры была своя. То есть более чистой душой видели в нем, особенно много духовного. Более приземленные люди, что же они вот так рассуждали. Но тем не менее, люди ведь по исповеданию тех же апостолов, они считали, что он минимум один из пророков, который пришел на землю. То есть, да, он минимум божественный посланник. Да, человек, но это не просто человек, он точно не самозванец, он точно не обманщик. И, конечно, фарисеи не могли здесь вот пойти вот так вот уже, да, и силой как-то вот Христа заставлять молчать, потому что люди против них бы восстали. Причем это касалось не только фарисеев, здесь мы видим, это касалось и Ирода. Церей Ирода, которому нахождение в своей земле такого человека, как Иисус Христос, было неприятно, неприятно по некоторым причинам. С одной стороны, Ирод вполне мог бояться, бояться его. Ведь он допускал, что, может быть, вообще воскресший Анпритеча. А ну-ка, придет мстить. Но, знаете, страх вот этот не приводил Ирода к покаянию, не просил прощения Бога, не исправлял свою жизнь. Ирод вообще является примером такого, знаете, человека, запутавшийся в своих страстях, как муха в паутине. То есть он вот в них попал, и все, и уже ничего сделать не может. И не нравится ему все это. Вот уже как-то бы жизнь, может быть, изменить, но уже ничего сделать не могу. Воля слабая, грехи сильные. А на другой стороне еще Ирод не желал, чтобы Господь был на земле. Из всех соображений, ведь за ним ходит много людей. А галияне вообще ведь были известные такие бунтари. А ну-ка, вот они все вот так соберутся и скажут, что давай-ка, вот пусть он будет нашим царем. Тем более мы с вами это Евангелие видим. Люди пытались Господа сделать царем своим. Буквально силы его. Нас поставят на царство. Господь тогда, помните, буквально сбежал от них. А если такое произойдет, то это же все, это здесь война, это тут же римские легионы. И что будет с Иродом, который так-то царство получил от римской власти? Что будет с ним? Изгонит его в лучшем случае. А ну-ка казнят, как потворщика вот этому народному бунту. Ну и вот здесь в данной ситуации мы видим, что фрисей пользуется вот этим отношением Ирода ко Христу. И, в общем-то, разделяя его такое отношение к Господу, говорят, опять же, видим некое притворство. С одной стороны показывает, мол, мы заботимся о тебе. Вроде как бы выйди, удались отсюда, из этой местности, из этой области. Потому что Ирод хочет убить тебя. И самим тоже хотел, чтобы Господь ушел, чтобы он не мешал им вот так вот жить своей обычной, старой, спокойной, сытой жизнью. Ну да, Иродом пугают. А что Спаситель? Спаситель сказал им, пойдите, скажите этой лисице. Смотрите, вот Ирод называет здесь лисицей. Ну, как здесь Ститлян Золотоуст объясняет, что лисица здесь пример как бы хитрости, коварства и кровожадности. И все это оно к Ироду действительно могло быть отнесено. Видимо, Господь так вот открыто называет царя таким вот, ну, можем даже сказать, осуждающим словом. Сам показывает, что показывает, что я его нисколько не боюсь. Если вы не пугаете Иродом, не страшен мне, что, да, действительно, кто может Господу повредить? Господь сейчас действует этими словами, учит всех нас, чтобы мы также были бесстрашны. Но разумно это тоже напомнить, потому что порой бесстрашие, которое совершенно без разума, оно у человека может привести к беде. Вот, но вот Господь говорит, что да, вот-вот изгоняю я бесов, совершаю исцеление сегодня и завтра, в третий день закончу. То есть смотри, то есть я буду делать дело свое ровно столько, сколько нужно. Потом я действительно, я закончу здесь свои дела и пойду уже, да, в Иерусалим пойду. Но не потому что Ирод испугался, не потому что вы, фарисе, этого желаете. То, что здесь я, да, подчиняюсь вам, нет. Просто вот воля Божия, она вот такова. А пока еще есть время здесь, не нахоится, буду делать то, что делаю. И никто не в силах не помешает. Здесь, видимо, тоже божественную власть такую вот. Да, Господь очень часто показывает нам пример крутости, смирения, снисхождения, человеческой слабости в том числе. Но порой мы видим действительно здесь вот эту вот непререкаемую волю Божию. Что никто не может Бога заставить делать то, что он не желает. А дальше Господь говорит, что то есть да, да, то мне должно будет идти в Иерусалим. И сегодня, завтра, последний, последующий день. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Но здесь, опять же, Спаситель так вот с горькой иронии вспоминает историю иудейского народа, что многие пророки, они действительно убивались в Иерусалиме. В этом центре, центре мира, как об этом верят иудеи, по сей день верят, что Иерусалим — это не просто город, это вот что-то мистическое, духовное сосредоточие, это их взаимоотношение Бога и человека. Священный город, удивительное место. И вот несмотря ни на что, в этом удивительном месте происходит самое страшное зло в мире. И Господь говорит, что седаю, и я там, опять же, показываю, атаку приоткрываю, что, то есть, и я приму там смертью. А дальше Спаситель, возможно, здесь уже прошло какое-то время, да, и следующий стих 34-й, он во времени отстыта 33-го намного, примерно на несколько дней. И Господь вполне мог в этот момент находиться где-то уже вблизи Иерусалима, глядя на него, говорит такие слова «Русалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающий посланных тебе, да посланных от Бога». Имеется в виду, конечно, жители Иерусалима, вообще иудеи как таковые. Сколько раз хотелось оброчать чатвы их, как птица, птенцов своих под крылья. Смотрите, какой пример, да какая вот даже, скажем, поэзия здесь. Господь здесь показывает эту любовь к людям, любовь, сожаление, желание помочь. Говорит, что да, я вот как любящая мать даже, то есть готов вот так вот к вам относиться, защититься от всякого зла, от всех ваших бед. Да вы не захотели, вы не захотели. Вы подобны тем строптивым злым детям, которые кричат, ругают своих родителей, убегают от них и страдают, потом и гибнут. Ну что здесь делать? Потому что люди свободой себя так вот распоряжаются. Господь говорит, и вот оставляется вам дом ваш пуст. То есть, так скажем, здание вашего спасения, в кавычках, то есть вашей надежды, ваше упование, ваших планов на свое богоизбранничество, все это пустеет. То есть благодать оставляет вас. Действительно, когда Господа распяли на кресте, народ иудейский перестал быть богоизбранным народом. А почему? Потому что сами отказались, сами не захотели. Отказались от Бога, убили Бога. «Сказа вам, что вы не увидите меня, пока не придет время». Но это время, как здесь толкуется отца, это касаемо второго пришествия Господа. И вот там, среди вот этих вот страшных событий, страшных ситуаций, иудеи тогда вот поймут, от кого они однажды отказались. И тогда, видя уже Господа, приходящего, воскликнут, пусть невольно, но воскликнут, что благословен грядущий, во имя Господне. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Братья и сестры, читаем Евангелие от Луки, 13 главу, с 31 по 35 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, где вы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Аллилуйя Продолжение следует...